25 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя провел организационное совещание с членами регионального правительства. В ходе него, в частности, обсуждалось расширение мер поддержки предприятий Верхневолжья в условиях пандемии коронавируса. Разразившаяся общемировая пандемия коронавируса COVID-19 уже нанесла мощный удар не только по здоровью населения планеты, но и по мировой экономике. В различных странах с переменным успехом пытаются минимизировать последствия от этой напасти. Помимо прямых видов материальной и социальной поддержки граждан, особое внимание везде уделяется спасению экономик, сохранению производств, технологических цепочек, рабочих мест. В России эпидемиологическая обстановка неоднородная, но во всех регионах введены те или иные комплексные меры поддержки бизнеса. Среди них можно выделить федеральный, региональный и муниципальный. Предприниматели нашего региона уже начали пользоваться действующими федеральными и региональными льготами. В рамках областной поддержки одобрено 13 займов по программе «Доверие» и 5 по программе «Оборотный капитал». Более 650 миллионов рублей дополнительно направлены на докапитализацию ключевых институтов поддержки предприятий бизнеса, фонда содействия кредитованию предпринимательства и фонда развития промышленности Тверской области. Кроме того, правительством региона одобрен проект областного закона, предусматривающего введение с 1 июля на территории Верхневолжья специального налогового режима «Налог на профессиональный доход для самозанятых граждан». После его принятия самозанятые тверичане, решившие перейти на специальный налоговый режим, вместо 13% налога на доходы физических лиц и налогов по стандартным схемам налогообложения для индивидуальных предпринимателей, смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке всего лишь 4% при предоставлении услуг физическим лицам и 6% при предоставлении услуг юридическим лицам. Законопроект в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в региональный парламент. Предполагается, что реализация этого проекта позволит многим легализовать свой бизнес. Кроме того, глава нашего региона подчеркнул, что муниципалитеты также должны внести свой вклад. Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения или снижения арендной ставки, сказал губернатор Игорь Руденя. Мы уже неоднократно рассказывали в наших программах об этой форме поддержки малого и среднего бизнеса. И в ближайшее время журналисты нашего канала планируют подготовить специальный репортаж, рассказывающий о том, насколько эффективны и востребованы предпринимателями предлагаемые меры поддержки.